куда это мы приехали где это что это что вы куда меня привезли кошки не любят перемен веня выходи давай ты первая пойдемте погуляем бубочка это то такое пусть я побежала не дом смотреть а территорию говорит ну-ка-ну-ка веня уже зашла тут место для туалета пометила моя ну давай начнем с осмотра территории веня рада ее хоть куда закинь хоть на луну она будет счастлива тепличка бубка пойдемте-ка посмотрим-ка что тут у вас водится что тут у вас водится такие дела были сразу пошли куда-то смотреть булочка булочка в шоке на дом смотрит господи что за громадина вот кстати кто спрашивал забор тут вот такой чисто символический и естественно первым делом как потеплеет будем забор нормальный устанавливать надо даже такого чисто символический в некоторых местах отсутствует по заячьим следам пошла кошка ты решила по периметру всю территорию обойти уже где мой дом с красной крышей теперь новый дом у нас что-то усы усы распушила распушинка моя скажу все на тебе грец могу работать риэлтором у леопардов показал территорию на себя пустил погреться ой буся спасибо большое как тебе расскажи пойдем дом смотреть не знаю что там видно в общем так и веселимся вот так мы осматриваем новый участок я тебя не вижу даже я здесь ой птицонька моя любимая птицонька моя любимая птицонька ну что давайте игры не на мне хотя бы янза меня вот здесь у нас лесная зона тут много сосен уже таких взрослых и берез лес у нас сосновоберезковый буся не хотите когти поточить обозначить свою территорию как же нет мне холодно скакала за ними сейчас пройдемся по всему лесу у нас прям дилемма где же вольер делать им летом в этой части где лес или в части близок к дому вы понимаете мы каждые 15 метров останавливаемся и греемся на моих коленках да ой еще и шипит на меня она вообще кошка обалдежка ну все территория помечена кто кстати говорил что у нас тут леса мало вон свой собственный лесочек есть тут у нас о белочка на березе уже сидит оп 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 да полазить тут есть где вот вообще самая классная сосна посмотрите какие вообще ветки тут и тень такая обалденная от них идет и лазить по ним можно жалко забор сорока метровый не построить так бы ее отпускай не хочу пусть носится по сосне на сосну полезешь все травку покушать на новом участке вкусную да все быстро мне кажется оцениво нормально жить можно главное чтоб кони и коровы еще где-нибудь послись все пошли дом осматривать ну эту кошку еще замани туда супер осторожная вова тебя не понесет давай сама пройти то на солнышко пойдем на веранде посидишь погреешься страшный вытянулась вся кошки такие аккуратистки такие осторожные кошка у нас нерешительная но они против чтоб за нее решение приняли и просто занесли кот первый входит в дом на руках у человека нет ой 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 вообще как страшно и интересно там тепло вроде бы скажи не животными не вами людьми ведь не пахнет Пахнет еще старыми хозяевами, да? Баюка маленькая. Ой, граффит, я в лес. Да вон же Веня здесь, не бойся. Увы как, пустите, пустите. А Веня там была такая, ну ладно. А то я подумала, что это чертюга какая-то, это Веня. Веня уже говорит, я буду спать здесь, кость моя будет лежать здесь. А сюда я положу свои палки. Давай я тебя отстегну. Страшненько как. Да, ну булочка. Вот, вот так. Даже сразу не могли купить дом, когда я маленькая была и спокойно ко всему относилась. Это вот, смотрите, вообще просто. Психика железобетонная. Говорит, да, я лечу нашла. Что, Веня, куда? Веня уже себе нашла кресло. Это твое будет, да? Я так и подумала. Вот. Я буду рум-тур проводить. Вот здесь прихожая. Заходишь там, разуваешься, моешь ноги. Лапы зверям. Потом сюда. Здесь такая веранда остекленная. Да? Бубочка. Лестница на второй этаж. Оп. Здесь туалет. Пастерушкина комната. Душевая. Здесь место под сауну было заготовлено. Сколько получений. А тут страшно. Точнее, боякушка маленькая сидит. Уж сэш трясутся. Такие глаза у них. Веня уже сходила, посмотрела. Говорит, все нормально. Не бойтесь. О, смотрите, вот леопарды. Ребят, повыше. Даже не заглянула еще в оставшиеся комнаты. Ладно, я вам быстренько покажу. Это кухня. Это мебель от старых хозяев нам осталась. И здесь зал. Все, в принципе, уже пригодно для жизни. Но не заделаны по потолке по всему дому. Как бы жить можно, но, конечно, надо будет. Их в первую очередь точно сделать. Все, пойдемте за булкой. Второй этаж. Такое окно. Видно все. Чем мне очень нравится этот дом, что здесь прям светло-светло. Очень много окон. Это спальня, я думаю, наша будет. Что, посмотрела в окошечко? Пойдем, мы тоже посмотрим. Вот такой вид из окна. Красота. Здесь тоже потолков нет. Еще какие-то вот штуки жутковатые. Их надо будет как-то прятать. Что-то еще. Где кошка? А вот. Это, я думаю, вот как раз комнату сделать Лушину. Эти шкафы убрать. Здесь высокие потолки. Можно полочки всякие приделать. Такая комнатка. Еще хлам лежит, который нужно убрать. Я сначала хотела комнату вот эту сделать. Луняшину тоже полочки здесь прибить. Но это солнечная сторона, и летом здесь будет очень жарко. Солнце встает, и сразу будет нагревать всю комнату. Тоже тут старая кровать. Тоже нет потолка. Ванна с туалетом. На втором этаже. Классно. Я всегда мечтала, чтобы в ванной было окошко. Здесь тоже есть. Небольшое, конечно, но классно. Что, Бубочка, не так уж страшно. Пойдем на балкон. И балкон такой. Тоже. Вот. Его нужно застеклить. Вот здесь можем. Вообще, под спортзал сделать. Делать. Бубка. Заходите. Нет, говорит, на балкон не пойду. Веня все обследовала. Выбрала себе мячик. И ходят такие вдвоем. Они смешные. Все, это наш новый дом. Бубочка, как тебе? Ну, классный же. Смотри. Тут можно целый день гулять. Эти километры по шагам нахаживать. Сделать бы еще и подъем такой. Снизу. С первого этажа. На второй виде дерева. Она бы такая чик-чик-чик. Как леопард забиралась. Ну, какая еще осторожная. Вниз пойти или не пойти. Так, а вот здесь у нас отдельное помещение под котельную. Цвет. Все выглядит для меня вообще очень сложно и непонятно. Вообще, какие-то системы невероятные. Ну, хорошо бы мне тоже научиться, как всем этим управлять. Это какой-то там электрический котел. И еще здесь генератор есть. На случай отключения электричества подключается генератор автоматически. Ну, что вот. Страшный сложный аппарат, который закрывается на дверь. В доме очень жарко, учитывая, что сегодня ночь, кстати, была тоже холодная. Наверное, за города минус 30 с чем-то было. Ну, в доме просто пекло. Ну, еще он, конечно, дом хорошо прогревается солнцем. И не тушитель обязательно. Так вот. Луша сначала изучила дом с опаской, а сейчас по второму кругу обходит уже посмелее. Комнату себе выбирала. Не знаю, прям приятно. Дома хозяева такие очень хорошие были все равно. Когда приходишь, смотришь, чувствуется вообще отношение ко всему. Ой, не показать вам. Но тут тоже такой вид красивый. Видки прорываем. Во, увидит ругаться у меня. О, вот так можно. О, с балкона. Тоже классный вид. О, выход. Че, Женя? Че себе, что тут? Вот тут еще градусник-гигант. Температуру по Цельсию и Фаренгейтам показывает. Так что мы можем смотреть, сколько сейчас, 16-17 градусов минус или ноль по Фаренгейту. Не на солнечной стороне, так что достаточно точная температура воздуха за окном. Все, кот, мне кажется, уже освоился. Говорит, снимайте ошейник, ночуем сегодня здесь. Вот такой вообще рум-тур по дому и по территории. Извините, что такое супер длинное видео получилось. Ну, я не знаю, как в короткое уместить все это. И спасибо огромное за поздравление. Очень приятно было читать. Я почти все комментарии прочитала. Ну, стараюсь прочитать и отметить. Фу, мы как с вами вообще, как семья. Одна большая. Ну, уж точно, вот это вот развитие вместе с вами, со всеми происходило. Все, большое спасибо. Будем вас держать в курсе. Вот такой дом. Что там, какие-то вопросы, если есть, задавайте в комментариях. Мы, конечно же, ответим. Все, всем пока-пока. Луша куда-то опять уже сотый раз убежала. Смотреть на второй этаж. Комнату, видимо, выбраться не может. Все, мы пошли. Все, всех целуем, обнимаем. Пока-пока. На крылечке сидит, говорит, мой дом. Здравствуйте.